Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 21 глава, 40-41 стихи. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодеев всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Толкование блаженного Феофилакта. Господин виноградника, то есть Бог Отец, пославший Сына Своего, которого они убили, когда возрит на беззаконие, совершенное иудеями, тогда злых погубит, как и действительно презрел. И, послав войско римское, погубил и расточил их. А виноградник свой, то есть народ, предал иным делателям. Такое краткое толкование. Интересно, как вот в еврейском народе сегодня поставлена задача. Ты никакой. Но ты одно дело помни, нигде не позволяя об евреях говорить плохо. Это не заповедь, которая благословляет Авраама, а просто плохо. Вот еврейские олигархи обобрали страну. Что ты? Нет. Просто олигархи. Еврейское слово не надо. Слово еврей, это запретное слово и опасное. Потому что это натравливает людей. Поэтому в нации даже милиционер посмотрит еврей. Так из паспорта убрать. Ну как так убрать? Сразу его убрать. Видно, нации нету, это евреи. Тогда у всех убрать. Это в мировой практике никогда не было. Даже когда еще не было фотографий, это определение было. Он поляк. Там лях называется. А это национальность убрать из паспорта. Посмотрите, этого нигде нет. Это все, как говорится, еврейские штучки. Фильм 12, вспоминаешь где-то. И здесь вот говорится, что евреи, они такие иудеи. Они виноградник не сохранили. И он передан другим иудеям. Нет. Это не они. И сегодня это римляне, это другие. И они сейчас претендуют, там на папу наседают. И подкорректировать все богослужебные книги надо. Да какой это? Умный разве народ? Как они? Мы самые умные. Умные люди, они не боятся каяться. Пророки были умные еврейские. Они прямо указывали. Народ мой, иудея. Подобная Самария. Агола, Агалиева. Это самое блудное. Только с проститутками их можно было сравнить. Как они там развратничали под каждым деревом. Широко раскидывайте ноги для мимоходящих. И пророки не боялись сказать. А сегодня они, говорят, собственно и те не боятся. Возьми сколько слов, там 8 слов Иоанна Златоуста против иудеев. Они Златоуста сейчас люто ненавидят. Вот Достоевский написал там о евреях, о том, что в России, как они ездят, Чубайс. Я бы его зубами изорвал там, это не знаю как. Это показать, какой он патриот, что не зря ему дали триллионы там, миллиарды. Но это все кончится. Кончится, как у Березовского. Будут его кромса отрезать, исследовать. Сам себя убил или другие убили. Теперь уже не сомневается, что его лишили жизни. За что? А он грозился на Путина. У него разоблачительные материалы есть. Об этом прямо открыто писали. Это опасно. Опасно. Всех, которые восстают на правителя, рано или поздно подобным образом они заканчивают. У правителя в руках все. У него свои люди по всем странам мира, и они достанут. И вот эти виноградари, а где они? Он их сжег огнем. Но сжег огнем, наслал на них римлян. Господь. Да-ка всякая власть от Бога. Но теперь разбирайся от Бога. Если это от Бога, римляне от Бога, и коммунисты от Бога, и фашисты от Бога. Чего проклинайте-то? А вот теперь коммунизм, учение коммунистов принесло зло в сотни раз, может быть, больше, чем фашизм. Вот Виктор Суборов все это описывает о Сталине. А ведь не осудили его? Нюрбинского процесса не было. Вавилова академика расстреливали, который получает пенсию, Солженицын это описывает. Почему? А человеческое вот это вот все, человеческое. Писали огонек там, Виталий Коротич, Гитлер-основатель Израиля. Для людей было как открытие. Как так? Да так, это все планы масонов идет, это еврейские те самые штучки. Они приготовляют престол Антихриста. Они говорят, потому что Ах, Мессия придет. Ну вот это он и придет как раз. Вот это все заложено в этом. А разве сегодня они будут объяснять священники-то? Он не будет. Такие, как вот о мусульманстве рассуждал, говорил проповеди Данил Сысоев, священник убитый. Таких нету. Они говорят, но все не своими именами, скрывает. Я вроде говорил и не говорил. Ты говори о Христе. Что они, не принявшие Христа, они будут по виноградарам сурово наказаны. Кара на них обязательно придет. И она пришла, Бог их рассеял. И а как дальше это рассуждать? Ну ты все время рассуждаешь. Ну я это читал у Анна Златоуса. Ты скажи, вот когда иудеи отступали от Бога, поклонялись идолам, Бог Егова наказывал их? Да, наказывал. А как наказывал? Ну книгу судьи считай. На 20 лет там, на 30 лет. А потом восставал какой-то Гедеон. Восставал Ефай. Освобождал народ. Ну было, было так. Он с евреями, Златоуст, разговаривает. Скажите, а вот в 71-м году, 70-й год, когда пришел Веспасиан и осаду Израиля закончил его сын Тит, то какой грех в это время они сделали? Ну какой грех? Ну грешили вообще-то люди-то? Ну какой именно грех? Что Златоуст в 4-м веке живет и уже 400 лет собраться не могут. А мы скажем не 400, а 2000 лет. Идолам поклонялись? Нет, говорит. В это время не было такого. Они ревностные были. Там синагоги. Из плена они привезли. Там не было синагог до пленения. Это положительная была школа. Это школы их. Ну а какой же они грех сделали? Такой, что не прощает Бог. Там они убивали рабов Господних. Непонятно ли, что ли, убили они сына Божия. И поэтому на них пришла такая чума, такая кара, такой карачун, что 400 лет не могут собраться. Бог рассеял их. Как ком сухой земли растоптал и беником развел по всем странам мира. Когда они приходили на Русь, Владимир там спрашивал, скажите, вот вы такие, говорите, хорошие. А где ваша родина? Родины у нас нету. Мы рассеяны по всему лицу земли. И вы мне предлагаете веру свою. За вашу веру Бог рассеял. Вы собраться не можете. Вы самые презираемые во всем мире. Куда бы ни приехали, короткое время все вас ненавидят, гонят. И вы мне предлагаете вашу веру. Это князь Владимир говорит. Это сохранило в житиях святых. Вот они сейчас охотятся за каждым словом, где плохо сказано в идеях. Солженицын, он всем ему угодил-то. Но он высказался за евреев 300 лет там с евреями или сколько. Все, клеймо на нем. Достоевский написал про евреев. Выщеркнуть его. Ну а кто это делает? Люди, это разрозненное событие, они не могут понять. Ну вот сидит этот вурдалак Ульянов. Упырь. Кровожадный вампир. Ему список предлагают. Какие памятники в каких городах можно встать. Лев Толстой. Обязательно. Это глыба, это человещище. Но запрет. Толстовцев будут гнать и душить. Все разрушит у них. Понимаете, несоответствие. Дальше. Памятник такому-то Чехову. У Чехова обязательно. Там Вишневый сад, который никому не нужен. Доходит дело до Николая Семеновича Лескова. Он сразу его вычеркнул. 180, допустим, представлено было имен. Он пропустил всех, а Лескова вычеркнул. Почему? Это человек веселый такой. А ты почитай, что он там говорит. Куркология это про евреев. Как он их высмеивает и все. Его евреи где-то. Вот причина-то какая. Вот. И значит это прочь. И нет никак. Да как говорят плохо. Ну говорят плохо, значит дослужили это дело. Если говорят плохо, это не означает неправильно. Это Ахаово племя. Обо мне он не говорит хорошо. Ты бы сказал, говорит несправедливо это дело другое. И чем Ахаов закончил? Этим заканчивают те, которые не дают обличать себя. Обличения нет, идет гниение. Обличения нет где у старообрядцев. И поэтому там тухлое болото. Обличения не было где у Гитлера. Нельзя одно слово там какой-то мессинг сказал, уже убить надо. Это не было в КПСС разрешено нигде. Ну и чем закончилось? Тема то и другое рухнула навсегда. А где были обличения? Где это воспринимали? Это все остается в силе. Ну, это хорошо, что если пророки, слова Божии, которые нас обличают, наставляют. И я имею возможность исправиться. Вот как. А они никого не принимали. Не принимали, гнали, убивали. Они пришли за плодами какими? За смирением, кротость, воздержание. А если этого ничего нету, то лютые волки. Вот возьми патриархию. Для нее хороши только те, которые говорят о ней положительно. Я был за границей в Америке. Я посмотрел зарубежное сено точно так же. И я им сказал, вам хороший только тот, кто говорит отрицательно о патриархии. Хотя о патриархии я не совершенно. И не ее пропагандист, адепт. Дальше. 42-й, 43-й, 44-й стихи. Иисус говорит им. Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется. А на кого он упадет, того раздавит. Толкование. Камнем называет себя самого, а зиждущими учителей иудейских, которые пренебрегли его, как непотребного. Но он, воскресший из мертвых, положен во главу угла, то есть стал главою церкви, связуя иудеев и язычников одною верою. Ибо как камень, положенный под угол в здании, сдерживает с той и другой стороны стены его, так и Христос соукупил всех онную верою. Сей угол дивен и есть от Господа, ибо церковь, содержащая и соединяющая нас верою, произошла от Господа и достойна великого удивления. По своему благолепному устройству дивен угол сей, и потому, что Слово Христово утверждено и укреплено чудесами, а потому дивно и составление церкви. Царствие Божие, то есть право иудеев принадлежать Богу, отнято у них и дано уверовавшим. Упадающие на камень и соблазняющиеся о Христе сокрушатся во второе пришествие. Впрочем, они сокрушены уже им и ныне, то есть рассеяны по всей земле, как видим это на несчастных иудеях. Раздавит, значит рассеет и развеет их. Толкование закончилось. Ведь ведь говорится, вот у нас сегодня 3 сентября 2013 года, вторник, но сегодня конкретно, пусть покажут, почему собраться они не могут. Россия, на основном Америка, Россия, ну и там какая-то часть, там 6 миллионов всего. Ответ-то надо искать в Слове Божьем. Вот толкование блаженного фефилога, как они его не принимают. И Господь говорит, неужели не читали? Я обращаю внимание на это слово. И это притом неоднократно говорит. Когда идут они в Маус, он с ними беседует, то ученики говорят, неужели ты один из пришедших? А он им говорит, неужели вы не читали? Не считали, это речь идет о, не просто читали газеты какие-то, а тогда другого-то и не было. Священное Писание. Но сегодня-то, если такой вопрос задать, неужели не считали? То ответят, да, не считали. А неужели не считали? Это упрек, то есть вы считали. Или неужели не слышали? Слышали. Ну а как же не разумеете? Слыша, услышите и, говорится, слушать будете, не услышите. Будете смотреть и не увидите. Вот что это означает. К нам эта притча-то еще с поправкой только может подойти. Да, не считали. Почему? Евангелие скрыли. Иной священник проповеди, ни одной, вообще не знает, что такое сказать. Ну возьми хотя бы, прочитай, святые отцы есть, хорошие проповеди. Тоже этого нет. И притом не надо. У нас бывает тоже здесь служба кончится. Молодые ребята. Лежит в том златоуса. Не считают. А почему? Да уже служба долгая была. Устали, никто не понимает ничего. Правильно, долгая. Но сократить это нельзя. А слово Божие убрать? Это можно. Господь не сказал, что ваша длинная служба. Неужели вы на службе не стояли? Но не считали ли? То есть это во главу угла. Вера от слышания, не от службы. Не от литургии. Не от канонов, не от окапестов. Вера от слышания. А слышание от Слова Божия. Слышание. То есть слух произносить. Не глазами только смотреть. Открой уста мои, научу беззаконных путям твоим. Но у нас ничего не сходится. И притом тут рассуждать даже не о чем. Не слышали. А кто за это ответит? Почему скрыли? Тут одна наивная душа была, говорит. Ну вот вы сидите на месте, а вы поезжайте на воскресенье в любой храм, чтобы священник вам дал слово, и вы там бы проповедовали в храме. Ты бредишь умом. Да он для того и стоит, чтобы никому не дать. Ты думаешь, что мне сейчас архиерей напишут, вот Игнатий Лапкин приедет в воскресенье, вы обязательно дайте слово. Как были у отца Наума Борщукова нынче мы в Тбилиси. Или у отца Кирилла Сахарова на Берсеневке. Эти сразу дают слово. Ну, много ли таких-то? Один, говорит, два и общелся. Ему вред было, что я сказал слово Божие. Нет, народ сразу потянулся после этого встречи, вопросы, ответы. То есть сразу начинается движение. А вот как раз от этого ему не надо. На одних свечках живут. Вот привезли мощи-то, ну и целуйте. Вот самое настоящее трупопоклонство идет. Как это можно? О мощах труп. Как это вы так говорите, там кощунствуете? Ну, а Христос умер. Труп или не труп лежал? Как это труп? Ну, где труп, там соберутся орлы. О ком говорится-то? Ну, апостолы это умерли. Тела их это мощи или труп? Труп, это, видишь, труп животного. Труп человека любого убитого. Как-то, ну, кому поклонять? А то труп ясно здесь, что там черви. А уже мощи, тут все это скрывается под этим словом-то. И придут два пророка, будут обличать. Православные знают, это будет и Ноха, и Илья. И трупы их бросят на улицах города. Трупы, написано, считай в откровении. Двенадцатая глава. Трупы, почему не говорит, мощи Ильи бросит-то? Стоят, перевод тогда неправильный. То есть, все неправильно, но в мозгах у него точно сфокусировано, что без мощей не спасись. Вся мощь в мощах. И вот теперь пояс Богородицы привезли. А там волосы, клок волос Мухаммада. И у него вера у мусульманина такая. Он как будто с ним встретился со своим пророком. Это то же самое. Другие своего гуру имеют. Там, где кришнаиты. Меня сообщает, говорит, привезли сандалии. Спиридона Тремифонского. Тут народ идет сандалии. А там узнали галоша. Одна галоша принадлежала Герману, что ли, Алястинскому. Ну мы кто такие? Не считали ли? Не сказано, не целовали ли туфли? Ну надо только посмотреть это, просчитать. Нет, не считали. Тысячу лет скрывали Слово Божие. Не переводили. Ни под каким видом. А пришел, отстоял. Спасение на службе. Придумали. Я говорю, зачем же вы заменили-то? Ну а служба эта и есть проповедь. Ну если это и проповедь, то она никому не понятна. Вы все зашифровали. Вот священник в субботу. Только пройдет вокруг кадит. Кадит он не людей. А люди крутятся благословения. Они даже не объясняют людям-то. У нас был диакон. Вот этот. Метельницкий-то. Никифор. Так он туда введет, кармана насыпет. Там полную горсть. Он как сыпанет. Оттуда дым кадит. Ну как будто доминная печь. Бабки в обморок падают. Но когда пчел обкуривают, мед берут, пчелы-то отваливаются. Ой-ой-ой, отец Никифор там. Ладно, ну сколько. Это благодать, дух святой-то. Ой-ой-ой. Он кадит стены, не стены. Стены прокопченные, ему уже хватит это. Иконы. Иконы. Там ничего уже не видать. Кто там? Василий. Какой Василий-то? Хоть напишите Василий. Василий сосед у нас пьяница. Даже что Василий Великий, этого не написано. Ну вот он кадит. И у нас батюшка кадит. Только проходит время, маленько погодя, опять пошел. Люди к стенам липнут, он как пчел от рамки их всех дымом отгоняет. Опять. Ну маленько зашевелились, а все сгуртовались. Потом опять по местам. А что? Кадит икона. Ну что, пока ты один раз покадил, теперь что, демоны собрались? Тризну правят на иконах-то. Ну покадил. Ну что, благодать такая короткая-то? Проходит 20 минут, опять им надо выходить и опять кадить. Проходит еще маленько. Третий раз вижу, опять пошел. Еще маленько время. Четвертый раз. Ну так ты уже кадил их. Уже благодать и все опутано здесь. Покрыто. На три слоя, как лаком. Опять я говорю, почему? Занаряжено, записано. И он не может уйти. Но ему незанаряжено брать в руки Библию, выйти и сказать. Вот Библия, святая Библия, данная Богом. Неужели вы не читали, что дымом не спасаются? Дымом только можно обкуривать и терять. И главное, объяснение никакого не приемлю. Да ты что, против богослужения? Да ты такой. Да я не против. Ну маленько-то можно подумать. Вот выходит там и под яконы. Или Панамарь, как он свящу-то несет. Да он даже не знает, что свяща-то не чистая, не восковая. Ну ладно. А что она означает? Это означает Иоанн Креститель. Это Иоанна Крестителя он несет. А дальше священник идет с Евангелем. Такой кроткий, смиренный. А что это? Это означает, что Христос вышел на проповедь. То есть если блаженный Афифилакт раскрывает все, то тут пришли монахи, все зашифровали под такими суперсверхсекретно, под тремя «с». Туда нельзя проникать. Это тайные молитвы священники в алтаре считают. Их народу нельзя давать. И говорить об этом нельзя. Ну что, Господь пришел, нам шифровальную машину дал? Какая там манигма, или как она называлась у немцев-то? Особый надо десант делать, чтобы выкрать эту расшифровку-то. И ты почитай, что оно означает все то, что выходит-то? И вот эти ярусы, икона, где Иисусный чин, все имеют смысл. И вот возьмут священники, когда там идет уже подготовка к причастию, за четыре угла плат, и вот так вот качают. Народ мрет. Вот там эта благодать, это Дух Святой, а они за четыре угла и качают его вот так. Ты открой, и написано, что этот плат был дан для того, чтобы мух отгонять. Мух отгонять больше ничего не было. Мухи садятся, и чтобы они не садились, остается движение. Вот я буду махать, муха не сядет, она боится, что я тресну ей. Больше ничего нету. А рарь, а рарь нету. А рарь это не то, чтобы орать надо ему. Рев зеполу по глазу. Это полотенце, чтобы ему пот утирать. А из него сделали такую святыню, без нее и служить нельзя теперь. Это мы православные. Да какие же мы после этого? Зацепиться-то не за что. Люди ходят всю жизнь на службу и ничего не знают и не понимают. А надо людям разъяснять службу. Да зачем ее разъяснять-то? Ее пересмотреть надо открыто, а Христе прямо и говорить. Христос пришел на землю. Он умер за наши грехи. Это же прямо. Господь же не зашифровал. А наоборот раскрывал. Считая, знаете ли, о Моисея вот это говорил. Камень, который отвергли. Что за камень? Поясняется. Камень, это под углом. Одна сторона евреев, другая язычники. Расшифровка идет. А дальше пошло только запутывать. Вот в одном слове не считали ли, что нужно увидеть. Не читали мы. Попы это отняли от нас. Им не нужно было грамотных людей. Безграмотность-то была полнейшая. И потом только начали отдельно где-то учить. Уж перед самой революцией тут много школ открыто было. Поняли, что не туда забрели. В каждой семье должны люди быть грамотные все до одного. Меня еврейка спрашивает. А вы знаете, что в России с образованием-то не все ладно было? Да, знаю. А в это время евреям дали оседлый образ жизни. Оседлый. Никуда переезжать нельзя. Поступать нельзя. Там университет. Это потом уже разрешили только евреям, которые приняли православие. Они тогда принимали. Как уж принимали. Теперь он учился. Дальше шел. Такие как Хвольцин. Какие таланты-то были загублены. Сегодня говорят Симах, Акилов, Феодатион, которые переводчики переводили на грешеский язык. Оказывается, все это были иудеи. Притом не обращенные или возвратившиеся в иудейство. А Златоус ими пользовался этими переводами. Почему их он не отрицал? А тут так. Дмитрий Дудков где-то что-то там отрехся от чего-то. Все книги сразу сжечь. Александра Мене не допускать, не продавать. Вот это теперь волчий дух в прихожан перешел. Не знаю, как разрешили сейчас книги Александра Мене где-то продавать. А их все равно не продают-то. Это может близкое знакомство его сына Михаила с Путиным. Все-таки он был губернатор Ивановской области. Тайны эти я не знаю. Но температура меняется через Кирилла. Видимо, он там дал указания. Ну и вот не считали. Считай теперь ты. Мы-то хоть считали. 21 глава 45-46 стихи. И слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. И старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Толкование. Евреи и доселе желают принять Христа, но не принимают и не разумеют его. Они примут антихриста и поклонятся ему, а Христа не примут и не узнают его, ибо закрыли свои очи и не хотят видеть света. Это сегодня конкретно, и это блаженное феофилак, толкование, оно известно при патриархе Алексею Втором. Свободно продается. Теперь посягают на это, чтобы это истребить. Слово евреи написано, они не приняли. И примут антихриста. Ну, тут уж говорить не надо. Это неправильно. Неправильно настолько, что могут и не канонизировать теперь Алексея Ридигера, Дроздова. А евреи обидятся, что он его издал. Надо, чтобы не издавали. Никто это не знал. И такие простые это вот слова-то. Ну, можно до народа как-то донести. Вот первое там, прочитай-ка само Евангелие, которое сейчас читал. И слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. Вот. Сегодня, когда слышат это, православные этого не понимают, даже что о них говорит. То есть, по сравнению с книжеками, фарисеями, православные архиереи, попы, это тупицы. Они не понимают, что это о них все сказано в Евангелии. Они все это скрывают. Они идут этим же путем. Путем сокрытия истины. И поэтому они обречены на гибель. Они поняли, о них говорил, и решили схватить его. Я когда говорю об этом, они поняли, что я о них говорю. Я говорю, проезжая мимо храмов, мы крестились, не заезжали и говорили, благослови нас, Господи, и спаси от лютых волков, не щадящих стада. Эти слова сказаны пресвитером и епископом. Деяние, 20 глава. И когда я это говорю, священники сразу переглядываются. А чего вы переглядываетесь-то? Я же не назвал, что это священники. Молчат. Я говорю, ну правильно догадались, что лютые волки – это вы. Ты лютый волк. Ты самый настоящий волк. Клацаешь зубами на меня. За что? За что вы лжете, что я то-то, то-то делаю? Вот лежат книги. Вы судите, это не меня. Ну, я вам и не нужен. Я не конкурент. У меня машин нет. Судите за книги. Я вчера начал считать. Вот, 19 том открытым оком. Ну, в нем сижу, швыркаю тут носом. Простыл немного. 19 том. Вот. Сколько же здесь у нас материалов? Я считаю, как будто первый раз. Сколько поэзии разных-разных поэтов Владимира Соловьева. Ответ там о соединении. Судников был, который исследовал нас на тоталитарность. Это все здесь есть, в одном томе. Они ничего подобного создать не могут. Потому что они рабы. Рабы чужого мнения. Созидается там, где свобода. Где свободы не было, там ничего нет. Поэтому у нас все, все компьютеры, все из-за границы. Своя водка русская. И вся наша водка славится. Русская водка. Ну, еще дальше. Отравили народ свой. Все исчезает. Школы закрываются. Вчера показывают. Села, говорят, по телевидению, там по радио говорят. Ничего нету. Все гибель. Считаем. Так, ну, глава 21 закончилась. Ну, наверное, на сегодня хватит тогда. Нужно научиться видеть самого себя за каждой строкой священного писания. И как я этим могу воспользоваться конкретно на сегодняшнем дне, при сегодняшней обстановке. Вот Христос постоянно обращается к священному писанию. Почему сегодня священники не обращаются? К чему угодно будут обращаться. Я спрашиваю, у меня брат священник, отец Аким, ездил в командировки, архиерий его, как строителя, направлял там храмы строить, восстанавливать. Ну, не один едет там, диакон, протодиакон. Я говорю, ну, едете вы там в отдельные, им уже комната готова, приезжают, все. Вы ехали-то, о чем рассуждали о Боге? Ну, бывает человек, несколько священников после службы. О Боге? Никогда. Ну, о священном писании, как народу сделать это известно? Никогда. А о чем разговаривают? Ну, я, говорит, не разговаривал, я слушаю, а они говорят, ну, у тебя как там насчет дохода-то? Ну, я на кладбище служу, много приходят, народ там рет. Как раз перестройка была. Ну, 300 человек похоронили. Ну, Бог, да, следующий месяц-то не хуже будет. 400-300 человек, все. А это как? И они выдумывают, если это Иоанн Тобольский, мощи его там, платочки разные положить, бутыльки наливают, и все продают, продают и продают. Что там есть? Есть какая польза? Нет, да все от веры зависит. А уж иконочки эти, они лежали там, замироточили, покрылись ли маслом. Ну, ни одного слова евангельского нету. Это вера новая, выдуманная. Апостол Павел к филиппийцам говорит, подвязайтесь единодушно, то есть все до одного. Притом, пожелания от души, подвязаясь, то есть всей силой, стараясь не отстать, точно идти по руслу. Не за веру евангельскую, евангельскую, не сектантскую, и не ту уже православную, которую мы сейчас имеем, где мы находимся. Евангельскую. Поэтому евангелие, да, не отходит от рук твоих, книгости, закона сего, как Иисус Новин 1.8 сказал. Надо вникать в себя и в учения, и заниматься с ним постоянно. 1 Тимофею 4.16. Вот как надо заниматься и заниматься постоянно. И тогда из народа, из этой дикой, необразованной, пьяной массы будут появляться верующие христиане. Я как-то покупал собаку, я занимался в уголовном розыске. Ну и мужчина один продает, я где-то перекусил, у нее ухо повисло вот так. Она хорошая собака, грамотная. Ну я, говорит, а он стал призер на выставках. В одной деревне шел однажды, вижу, за забором собака лает. Если собака на привязи, она практически уже испорченная. Гляжу в кобель, до того он мне понравился. Видно, что злобный. Я, говорит, к хозяям зашел, спросил. Да, ему три года, говорит он. Но с ним гуляете? Нет, как привязали, так и сидит. То есть испорченная собака. И он начал торговать, а мы хотели от него избавиться. И он за дешевое ее купил. И показывает, вот здесь у него шрам, вот здесь шрам. Это его, это купленная собака, она так его ранила где-то. И он сделал ее чемпионом, я не знаю чего, первое место занял. Я говорю, а как вы? Ну мне на работу, вот только я на два часа раньше встаю. Каждое утро два часа. Пробежка с ней, дальше идут занятия. С собакой. Она вся у него увешанная в орденах, как будто бы это генеральный секретарь компартии Брежнев Леонид Ильич. Грудь надо операцию делать, расширять собаки. Вот так. С собакой надо столько заниматься. Это хуже собак держат людей. Воскресенье работает. Ну включите только один пункт, чтите день субботний. Субботний мы понимаем, это воскресенье. Ну, чтобы не работали, это не получится. Никто слушать не будет. Включите хотя бы одно, десятина. Ничего не получится. А на что тогда жить, если не торговать? Вот десятина и есть. Десятина. Всего только десять человек, они священника прокормят. У него уже сто процентов будет. Мы никакие. И по опыту других людей мы легко дошли бы до собственного исправления. Но никак не допускают. А что нам пример брать с католиков? Католики открывают епархии здесь, на этой территории. Почему русские не открывают где-то? А там они не разрешат. Здесь не разрешали, но они открыли. Да попытки даже никакой не было. А что я буду учиться у баптистов? Я говорю, был бы патриарх, я бы тысячу проповедников баптистских выпросил, чтобы преподавать в тысячи училищ, которые я открыл бы как патриарх. Чтобы они дали расписку, что не будут трогать догматику православной церкви. Вот и все. Их сравнивать даже не надо. Когда считаешь, вот как человек, который к Богу обращается, как богачев, и потом священники как поносят, и прочее. Учиться надо. А поносить для этого ничего не надо. Это толпа Ахауова. Обо мне говорить нехорошо. Это то, что мы узнали из сегодняшнего евангельского чтения. Богу нашему слава. Окей.